Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Собственно, в ходе очередного забега на 5 постбрекзитных дней у нас остался последний рывок. После уйдем на выходные, где будем ждать, в ходе которых, дополнительных сообщений, договоренностей представителей страны ЕС, может быть, комментариев по поводу последствий Брекзита, которые, честно говоря, на текущий момент очень тяжело оценить в моменте, поскольку нет исторической практики подобного распада и не за что зацепиться с точки зрения этого анализа. Поэтому, в прямом смысле, история вершится на глазах, смотрим за тем, как договариваются стороны, и прежде всего наблюдаем за той волатильностью, которую показывают финансовые активы, потому что именно эта динамика нас и интересует, поскольку мы все прекрасно понимаем, что за этой волатильностью и кроются возможности. Давайте потратим немного вашего личного времени для того, чтобы оценить фундаментальную ситуацию, которая сложилась на прошлой торговой сессии. Начнем мы сегодня, как и всегда, с нефти. И, в отличие от позапрошлого дня, у нас есть возможность начать брифинг с такого приятного момента, поскольку мы, наконец-таки, дождались очередного отката по Brent, в частности, вчерашнее снижение по фьючам. Мы наблюдали больше 4% спада. И можно сделать вывод о том, что в ходе вчерашней торговой сессии нефть практически полностью нейтрализовала тот рост, который наблюдался днем ранее. Клосс 49.80, сейчас актив торгуется на отметке 50.05. Хорошо, что мы ушли с очень высокого локального значения, которое открывало возможности для того, чтобы Brent буквально два дня назад двинул в район 52, может быть, даже еще пошел выше. Сейчас мы торгуемся на отметке 50. Мы получили несколько дополнительных сигналов медвежьих, которые, я надеюсь, будут себя неплохо проявлять в дальнейшей динамике черного золота. И мы, собственно, увидим еще большее оснижение. Если вернуться к тому, что происходит на рынке энергоресурса. В целом, отталкиваясь от торговой сессии среды, когда мы видели серьезный рост. Мы нашли причины, которые оправдывали такое обычное ралли в регулярной статистике по запасам нефти США. Вы знаете то, что они выросли, по данным администрации аналитической информации, на 4,1 миллион баррелей. По тарифу, практически оценку прироста от частного агентства АПИ. И этот рост продолжается уже 6 недель подряд. Возможно, он является следствием того спада производства, которое мы наблюдали в Нигерии, в Канаде. Но, наверное, объективно, все-таки причина повышенный спрос на бензин, учитывая летний период. Поскольку лето у нас в самом разгаре, я допускаю то, что сезонно этот отчет еще будет появлять себя с точки зрения снижения запасов. И, соответственно, если трейдеры цепляются за этот индикатор, за этот фундамент, чтобы оправдать возможность роста, тогда на рынке присутствует поддержка. Но, поскольку вчера мы все-таки увидели распродажи, я думаю, что они были связаны с тем, что все, без исключения, прекрасно понимают то, что с некоторых пор, буквально уже неделю, мы имеем дело с реальным форс-мажором, который произошел на финансовых рынках. Этот форс-мажор связан с выходом Англии из состава ЕС. И эту тему можно развивать очень долго. Самое важное, что для товарного сырья это серьезный причинный фактор потенциального снижения спроса, о чем мы с вами говорили уже неоднократно. Получается, что если ситуация дальше будет развиваться в негативном ключе, я в этом совершенно не сомневаюсь, потому что мы уже услышали оценку темпов экономического роста еврозоны и Англии. И там серьезный спад. Это должно сказаться на состоянии промышленности и, соответственно, привести к снижению потребления энергоресурсов. Поэтому можно отметить, что ожидание потенциального спада по спросу будет выступать негативным фактором. Плюс ко всему трейдеры сейчас фиксируют результаты сделок. Собственно, вчера мы это также довольно-таки очевидно наблюдали. И связано это с тем, что они предпочитают не уходить на выходные с открытыми позициями, поскольку в ходе субботы и воскресенья действительно на рынке могут объявиться дополнительные сообщения и комментарии по поводу ситуации с Брекзита. И если они будут в негативном ключе, тогда с открытия следующей недели, с понедельника, нас ожидают серьезные распродажи. И если не предпринять ничего сейчас, то в понедельник, собственно, на открытие торговой сессии можно и не успеть что-либо сделать, чтобы скорректировать позиции и, соответственно, уменьшить риски. Поэтому вы должны прекрасно понимать, что оставлять ордера на, скажем, в период подобной неопределенности на выходные – это очень рискованное дело. Поэтому миллион раз подумайте, чтобы это делать. В отношении позиций черного золота, собственно, так же, как и в отношении прочих рисковых инструментов, этот, скажем, подход может быть весьма направдан и верен. Отмечу также, что сейчас трейдеры следят за статистикой от Бекер Хаджа. Сегодня, вы знаете, в 20.00 выйдет снова этот отчет. Количество нефтяных платформ – 330. Сейчас, поскольку цены на нефть были на довольно высоких уровнях, есть сейчас основания полагать, что количество их могло вырасти. И если мы действительно увидим это в отчете от Бекер Хаджа, тогда будем говорить, что и предложение может также немного подрасти. И если дополнительное производство в рамках американской экономики у нас только ожидания, есть еще и фактические цифры, факты, поскольку вчера мы получили сведения по объемам добычи и роста производства черного золота в рамках нашего любимого ближневосточного картеля ОПЕК. И я с большим удовольствием, особенно для медведей, говорю о том, что производство в прошлом месяце выросло на 250 тысяч баррелей. Таким образом, общий показатель доведен до отметки 32.82. 250 тысяч слегка компенсирует те потери, которые мы наблюдаем за счет еженедельного спада в рамках американской экономики. А значит, возвращаемся к идее того, что расхождение между спросом и предложением оно по-прежнему очень существенное. И если в ближайшее время, в ближайшие дни негатив, связанный с Брэкзитом, проявит себя в еще большей, скажем, красе, значит давление на позиции черного золота будет более выраженным и мы сможем увидеть сползание этого актива в район 48-47 долларов за баррель и ниже. Хотелось бы дождаться этой динамики, потому что, несмотря на оценку того фундамента, который мы с вами проводим, пока трейдеры находят и причины для роста. Но я думаю, что медведи сейчас соберутся силами и воспользуются той ситуацией, которая им представилась. Российская валюта против доллара 64.07. Учитывая то, что нефть неплохо скорректировалась вчера и наблюдая за текущими котировками по рублю, я думаю, что рубль еще не до конца осмыслял то, что нефть неплохо просела, а значит сегодня есть возможность у нас наблюдать прессинг на российский актив против основных конкурентов и движение пары снова в район 65 рублей против доллара. Евро против американцев. Актуальные котировки 1.1077. Вчера я призывал вас к тому, чтобы задуматься о том, стоит ли дальше удерживать длинные сделки. Я думаю, что вы приняли решение, взвесили все за и против, и, собственно, либо закрыли ордер с профитом, либо продолжаете его держать. Локальный хай вчерашнего дня был на отметке 1.1150, откуда после пошла коррекция. Большую часть торговой сессии мы видели, как спрос на евро был значительным. В принципе, интерес к рисковым инструментам был характерен вдоль всего рынка. Я думаю, поспособствовали тому сообщение британских политиков о том, что инициирование 50-й статьи Лиссабонского договора, скорее всего, придется отложить до тех пор, пока не будут проведены внеочередные выборы, а внеочередные выборы состоятся не ранее следующей весны. То есть, период неопределенности у нас может затянуться. Но поскольку сейчас остро не говорят о серьезнейшем уже, о факте выхода Англии из состава ЕС, ведь прежде всего нужно инициирование этой статьи, трейдеры высмотрели в этом позитивный сигнал и, соответственно, сделали ставку на рост рисковых инструментов. Плюс ко всему, вчера мы следили за статистикой по еврозоне. Сначала у нас были данные по рынку труда Германии, количество заявок на пособие по безработице сократилось на 6 тысяч. В целом, показатель уровня безработицы находится на отметке 6,1, минимальное значение за многие годы. И можно отметить то, что немецкий рынок труда, пожалуй, чувствует себя лучше, чем рынок труда прочих европейских стран. Но здесь обольщаться не стоит, потому что лично для меня было удивительно наблюдать такой позитивный отчет, тогда, когда мы продолжаем наблюдать серьезный наплыв иммигрантов и беженцев на территории Европейского Союза. И учитывая то, что количество мигрантов превысило 1 миллион, в том числе в Германию, я считаю то, что этот факт еще отразится негативным образом в статистике в последующие месяцы. Поэтому особых иллюзий по состоянию немецкого рынка труда питать не стоит. Возможно, еще большее внимание трейдеров привлек отчет по индексу потребительских цен еврозоны. Мы видели то, что годовое значение смогло выбраться из отрицательной области и прирост до 0,1%. Поскольку дефляционная пропасть была преодолена, ну, в краткосрочной перспективе мы сейчас не будем говорить, что это тренд, тенденция, потому что с минус 0,1% до 0,1% это скромный рост. И в целом индикатор продолжает находиться около нуля. Но все равно трейдеры решили не торговать через продажи евро поначалу, тогда, когда на рынке появился еще один макроэкономический позитив. С одной стороны, положительная инфляция и факт ее роста, постепенного, может быть, движения к целевому значению, снижает вероятность проведения экономических стимулов. Но после того, как Англия покинула состав Европейского Союза, мы уже говорим о том, что вынужденная поддержка является первопричиной не низкой инфляции, а фактом распада Европейского Интеграционного Союза, который приведет к резкому сокращению показателей ВВП. Вы помните, даже по скромной оценке Драги, который является руководителем Европейского Центрального Банка, и я думаю, что особо не негативил по экономическому росту, но все-таки, учитывая его пост, конечно же, картина была приукрашена. Он ожидает то, что спад может превысить на целых 0,5%. Поэтому, если говорить в пессимистичном ключе, может быть, спад будет таким же, как и в Англии, к примеру, больше, чем на 1,5%. Вы понимаете то, что это открывает дорогу также к затяжной рецессии, из которой Еврозона в целом, через отдельные регионы, да и в рамках всего валютного блока, выберется ли или нет, это большой вопрос. Но мы продолжим следить за ситуацией. Самая важная статистика в целом была приободряющая, локально ее торговали через длинные сделки, но после этого к концу дня пошли активные распродажи, и факт начала этих распродаж был связан с решением рейтинга в агентстве S&P снизить рейтинг Европейского Союза. И я думаю, что это только начало. Традиционно за S&P, уверен, в ближайшее время последует модис и фич, что может создать на евро дополнительное давление. Поэтому сейчас мы продолжаем искать возможности для занятия коротких сделок по евро-доллару. Уверен то, что даже текущее значение является очень комфортным для SEL. Может быть, вы уже заняли соответствующую позицию в расчете на постепенное сползание евро-доллару сначала к поддержке 1.10 и последующего ухода еще ниже. Фунт против американца. Поскольку я уже отметил то, что в большей части вчерашней торговой сессии спрос на рисковые инструменты был доминирующим, мы видели то, что и фунт также неплохо отыгрывал это с точки зрения роста, показывал неплохую восходящую. Динамику вчера еще вышли данные по ВВП, которые полностью совпали с прогнозной оценкой 0.4 в квартальном выражении, 2% в годовом. Но если Англии не удастся адаптироваться к новым экономическим реалиям, тогда даже такую скромную статистику, как 0.4% квартального прироста, мы увидим еще очень нескоро. И как я уже отметил, когда мы говорили про евро, в принципе, тем трейдерам, которые следят за основными параметрами экономики, основными макроэкономическими показателями, к которым относится ВВП, стоит уже рассчитывать на серьезный спад и использовать, скажем, такие ожидания, как возможность для распродажа британского валютного актива. Вчера также состоялась еще и конференция представителя, председателя Банка Англии Марка Карни, который, собственно, и спровоцировал уже обратную динамику по фунту. И мы видели, как фунт очень быстро снизился, добравшись до отметки 1.32. Сейчас пара торгуется на уровне 1.32.86, но вот когда начинал брифинг, видел то, что там снова пошло серьезное снижение. Это также отражает тот факт, что резонанс на комментарии дорогие продолжается. Важно, комментарий Карни. Важно то, что Карни отметил, что несмотря на все усилия, которые могут быть предприняты банком, регулятором национальным, нейтрализовать все негативные последствия не удастся. Но все, что может сделать Банк Англии, он сделает. И прежде всего, это, конечно же, снижение процентной ставки, которая может произойти уже до конца летнего периода, в августе. Два сценария. Либо сразу снижают ставку на 0,5% в августе, либо делают постепенный срез по 0,25% в августе и в сентябре. В любом случае, это ожидание экономических стимулов, может быть, даже и задействует программу количественного смягчения. Для фунта это серьезный негатив. И уже многие инвестиционные банки предлагают настраиваться своим долгосрочным инвесторам и трейдерам на то, что пара фунт-доллар сможет оказаться на отметке 1,20. То есть, с текущих уровней получается от 1200 пунктов. Представляете, насколько серьезным может быть профит, если сейчас рассмотреть возможность входа в эту сделку на долгосрочной основе. По фунту оставляем негативные ожидания, собственно, так же, как и по евро, и, собственно, так же, как и по другим рисковым инструментам. Доллар и японская иена сейчас торгуются на отметке 102,76. Мы видели, как локальный хай был на отметке 103,50. И доллар по-прежнему сохраняет возможности для роста. Я понимаю, что сейчас нужен дополнительный фундамент, чтобы укрепить позиции и бычьи амбиции американцев. Я думаю, что он поступит. Тем более, что на следующей неделе традиционно у нас американский рынок труда, ADP и Non-Farm Parallels с динамикой роста зарплатных плат. Заявки на пособие по безработице, которые вышли вчера, 268 тысяч против прошлого 259 тысяч. Вроде бы как количество заявок выросло, это плохо. Но это неплохо, потому что у нас индикатор все равно держится ниже 300 тысяч уже 69 недель подряд. Это исторический максимум. Максимум со временем накопления и начала ведения статистики. Поэтому мы готовимся к тому, что рынок труда и дальше будет нас радовать, как трейдеров, которые ориентируются на торговлю долларом и верят в то, что доллар будет расти. И, соответственно, если Non-Farm Parallels и зарплатные платы с точки зрения роста не разочаруют, тогда этот фундамент можно будет использовать в качестве основы для реанимации спекуляции на тему ужесточения монетарной политики в рамках американской экономики. Не забывайте также и про оппонента доллара и японскую валюту. Мы на этой неделе сначала слились за промышленным производством, которое просело. Сегодня утром вышли данные по инфляции, указавшие на то, что ситуация с показателем CPI и потребительской активности только ухудшается. Ну, разве это не сигналы того, что Банку Японии наконец-таки или все же нужно быть проактивным, становиться таким и действовать, чтобы поддерживать национальную экономику, несмотря на то, что думают по этому поводу Соединенные Штаты Америки. Посмотрим в июле, кто будет более решительным. Критика со стороны США, либо все-таки озабоченность японского регулятора темпами экономического восстановления. Я думаю, что Банку Японии все-таки нужно порадовать рынок хотя бы дополнительными, небольшими объемами расширения действующей программы количественного смягчения, либо снижения ставки. Поэтому доллар и японская иена сохраняют возможности для дальнейшего роста и как минимум в ближайшие дни мы увидим отметку 105 иен против доллара. Еще вчера я ориентировал вас на отчет по ВВП Канады, в частности, вышел этот отчет, как и прогнозировали, 0,1% прироста, в принципе, фактическая цифра оказалась на этом же уровне. Очень скромные значения по экономическому расширению и можно настраиваться на то, что они продолжат резонировать в динамике канадца. Если нефть еще и дальше покажет нам потенциал для дальнейшего спада, значит, снова мы увидим прежний прессинг на канадца и сможем закрепиться по паре USDCAD выше 1.30 и, наконец-таки, добраться до нашей цели, которая значится на отметке 1.32. По другим валютным парам изменений серьезных и существенных не произошло. Напоминаю то, что самая интересная идея, которая может быть реализована в ближайшее время, это USDCAD с висей паритетных значений, потому что как только давление на франка с точки зрения прироста усиливается, то есть, когда на рынке появляются негативные факторы, провоцирующие уход трейдера в защиту, мы слышим заявление со стороны Национального банка Швейцарии о том, что предел валютных интервенций, он практически отсутствует. И, собственно, так же, как мы это видели в пятницу, Национальный банк Швейцарии снова в случае резкого укрепления франка может провести интервенцию, что, разумеется, отправит валютную пару USDCAD как минимум в район паритета. Из важных событий сегодняшнего дня стоит ориентироваться на статистику по США, это индекс разгона инфляции и динамика деловой активности в производственном секторе ISM. Оба этих отчета выйдут в 17.00 по московскому времени, собственно, американской статистикой мы будем закрывать эту неделю. Итоги уже подведем в понедельник, но я думаю, что так же, как и прочие релизы, ВВП, личные доходы, расходы, рынок недвижимости, заявки на пособие по безработице, и эти индикаторы также не подведут. И в 20.00 это BakerHudges, количество нефтяных платформ в Соединенных Штатах Америки. Ждем прироста хотя бы на 5-7 штучек, чтобы увидеть спустя неделю, то, что количество платформ превысило 335-337 штук. Это, соответственно, негативный фактор для нефти. Кодовое слово на сегодня. Переговоры. Величина бонуса 12%. Действует он на пополнение до следующего брифинга, который состоится в понедельник. Не забывайте подписываться на наш канал на YouTube, комментировать видео и ставить ваши лайки. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам заключительной торговой сессии. Хороших выходных. Ну а с вами увидимся уже в ходе брифинга, либо вебинара, который традиционно состоится в понедельник в 16.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.